у эксайт снова превышение этим утром похоже что они включили еще один котел и везде вонь эксайт ужасно воняет воняет как будто кто-то умер вы не представляете какой здесь запах прямо сейчас я вышел на улицу всем утра со своей собакой и еле удержался на ногах надеюсь у вас прекрасный день а вот я не могу гулять собаку годами эти жители жалуются чиновникам они пытаются заставить завод по переработке аккумуляторов в лорид деле пенсильвания снизить ядовитые выбросы в воздух в том числе свинца и мышьяка но их жалобы оказали лишь небольшое влияние было большое разочарование от общения с госслужбами и такое разочарование у граждан по всей стране жителям приходится вмешиваться когда госслужбы не могут повлиять на компании чтобы те выбрасывали в воздух меньше опасных веществ которые могут вызвать рак повреждение мозга и другие серьезные проблемы со здоровьем за преступления не следует наказания нужно провести исследование о деятельности минприроды хватает ли государству ресурсов 21 год назад конгресс ужесточил закон о чистом воздухе и по пытался ограничить выбросы сто восемьдесят девяти самых опасных веществ сейчас многие дышат более чистым воздухом чем 20 лет назад минприроды говорит что токсичные выбросы в атмосферу снизились на 40 процентов только за прошлый год благодаря правилам работающим с 1990 года за счет снижения преждевременной смертности мы спасли 160 тысяч жизней этим летом минприроды опубликовала список тех кто хронически и серьезно нарушает законы списке около 400 заводов один из этих заводов это эксайт утром на день благодарения все было очень плохо джордж гансбургер живет недалеко от завода он говорит что хуже всего воняет по выходным и праздникам вы можете сверять часы по ним соответствии с законом о чистом воздухе госслужбы должны гарантировать что заводы соблюдают законы гансбургер жаловался и много раз я громко плачу делайте свою работу по защите чистого воздуха защитите меня запахи всего лишь одна проблема жителей большое беспокойство вызывает свинец который выбрасывает эксайт чиновники приложили некоторые усилия за последние 10 лет они выявили 161 нарушение по выбросам и оштрафовали эксайт на 436 миллионов долларов компания успокаивает акционеров такие суммы не влияют на прибыль компания отказалась от интервью на камеру но заявила что эксайт постоянно делает улучшение на этом заводе в течение многих лет кейвин бибик консультант по экологии который отслеживал выбросы эксайт в отчетах контролирующим органам за последние годы но когда он сравнил эти цифры с показателями системы мониторинга воздуха снаружи завода он обнаружил потенциально более серьезную проблему количество свинца вокруг завода было больше чем количество которое компания указала в отчетах чиновникам компания указала меньшее количество выбросов в отчетах или там есть неучтенные источники выбросов проблемы эксайт со свинцом заставили окружного комиссара марка скотта усомниться в достоверности данных в разрешении на выбросы которая эксайт выдали в прошлом году мы думаем что это шаг в неправильном направлении недостаточный контроль это распространенная проблема контроль шокирующий плох что это за система и что вы можете сделать если базовая структура гнилая скотт надеется решить проблему с эксайдом в прошлом году округ подал в суд на государство чтобы она отменила разрешение на выброс представители компании говорят что разрешение на выбросы отлично и что данные по выбросам свинца от завода достоверная контролирующие органы не захотели обсуждать эксайт потому что судебный процесс продолжается но когда мин природы выдала разрешение на выброс она выпустила пресс-релиз о том что старые нарушения исправлены и отребования обновлены теперь эксайт будет соседом получше тем временем некоторые жители продолжают жаловаться в надежде что их усилия улучшат воздух я имею ввиду что не собираюсь закрыть эксайт я просто хочу жить в чистом месте с кем поведешься от того и наберешься не любит айпа рассказывай что за 30 лет у эксайд закрыли 35 заводов в сша и с за последние 30 лет эксайд не построила в сша и с ни одного завода с 2013 года переработка аккумуляторов на заводе в поселке лориндейл приостановлена земля здесь все еще загрязнена свинцом а это еще одна история из этого поселка большую часть времени дебби проводит в постели у нее хроническая невропатия любое прикосновение причиняет ей боль смотрим это длинная книга все для меня требует усилий я не могу трогать вещи я не знаю что значит чувствовать лицо моей внучки я не чувствую ее лицо я не могу чувствовать текстуру вещей лично я думаю что это началось во время работы в школе тогда она стала страдать от болей и мы столкнулись с проблемой что она стала инвалидом ей пришлось бросить работу она сама решила сделать анализы на токсины потому что мы волновались что же она могла подхватить в старших классах когда она получила результаты то все зашкаливало в итоге специалисты пришли к мыслям что это возможно из-за близости нашего дома к эксайт и наш дом может быть загрязнен я узнала что моя невропатия вызвана свинцом я слышала что в округе проблемы со свинцом и другими химикатами от эксайт и они нашли много химикатов в нашей воде и в доме врачи никогда не подтверждали что это было причиной моих болезней но когда я смотрю вокруг смотрю на соседей я вижу очень много больных людей я слышала что многие дети с которыми я работала заболели раком наши соседи умирают моя болезнь это рак я постоянно думала об этом у меня будет рак как далеко это может зайти и никто не понес ответственности за это я всегда буду беспокоиться о моей семье что может случиться с ними но вот чего я хочу я хочу чтобы кто-то был привлечен к ответственности они построили этот завод возле людей дети напротив парк озера все это сильно отравлено они должны были закрыть его кто-то должен сказать мы собираемся помочь этим людям это нужно остановить кто-то должен сказать мы сделали это Продолжение следует...